Добрый день! С вами передача «Территория оружия». Сегодня мы познакомимся с боевыми дробовиками на примере одного из лучших в мире, стоящих на вооружении корпуса морской пехоты США – Бенеле М4. Дробовик Потенциал боевого дробовика раскрывается именно на коротких и средних дистанциях при использовании «Картеч». Что позволяет дробовик? Дробовик позволяет вести стрельбу в максимально высоком темпе, а боеприпас типа «Картеч» позволяет поражать мишени за один выстрел в лучшем случае при удачном стечении обстоятельств сразу 8, а то и 9 картечными диаметром порядка 8 мм. То есть за один выстрел стрелок, по сути, выпускает магазин пистолета «Макарова», а таких выстрелов у него 7 плюс 1. Именно за эту особенность армейские специалисты и полицейские действительно любят эти дробовики. И Бенеле – первый из них. Быстро стрелять, в принципе, может любой полуавтомат. В чем уникальная особенность Бенеле М4, благодаря которой ее так ценят и так любят все военные. Для этого нам придется заглянуть в непосредственно конструкцию этого оружия. Оружие выпускается компанией Бенеле, что ясно из названия, производится в Италии. У нас ствол длиной 47 см, стандартный армейский боевой ствол, длины которого достаточно для выполнения всех боевых задач. Одним из требований при военной приемке в 1998 году было участие в тендере оружия дробовика гладкоствольного 12-го калибра, которая позволяет попадать в ростовую мишень на дистанции 50 метров так, чтобы в мишень прилетало не менее половины от кортечного заряда патрона. Специалисты и инженеры компании Бенеле разработали боевые характеристики этого ствола таким образом, что попадает на 50 метрах большая часть. Хочу обратить ваше внимание на ту самую уникальную особенность, которую никто на сегодняшний день так и не стал использовать ввиду ее сложностей и технологических трудностей при изготовлении. Это независимый двойной газоотвод. Что это значит? Это значит, что при выстреле снаряд, неважно что это, дробь, кортечь, пуля, двигается по каналу ствола. При прохождении газоотвода, у нас в стволе есть два отверстия, часть пороховых газов попадает независимо каждая в свой газоотвод. Газы толкают поршень, у нас короткий ход поршня, после чего затвор приходит в движение. Схема достаточно простая, но ее уникально состоит в том, что конструкторы принципиально сделали два газоотвода независимыми друг от друга. И в случае маловероятной поломки, почему маловероятной, потому что одним из дополнительных требований военной приемки был настрел 10 тысяч без поломок вообще. Итальянцы представили ружье, которое прошло 20 тысяч без поломок вообще. Поэтому используется фраза «маловероятный отказ». Но даже в случае, если происходит отказ одного из газоотводов, ружье все равно продолжает работать, перезаряжая вторым газоотводом, потому что даже работы одного из них вполне достаточно для того, чтобы обеспечить работу со всеми основными видами навески. Вот мы его собираем. Цевье у него состоит из двух частей. Для того, чтобы стрелок не ошибся, каждая из них подписана «Left-Right». Вот у нас «Left», вот у нас «Right». К этим ружьям выпускается достаточно много дополнительных аксессуаров. В данной ситуации очень логичным дополнением к этому ружью стал бы коллиматорный прицел. Изначально с завода ружье укомплектовано базой «Вивер», которая сразу позволяет ставить коллиматорный прицел. И достаточно традиционными для американских оружейников и вообще западных оружейников диоптрическим прицельным приспособлением, механическим, регулируемым, по целику вверх-вниз, вправо-влево. Телескопический приклад, который позволяет использовать это оружие где-то при перемещениях, при работе с бронежилетом. При этом ружье остается минимально допустимой и длинной, согласно украинского законодательства. Давайте посмотрим, что может это ружье. У него есть одна техническая особенность, за которую его любят стрелки, занимающиеся практической стрельбой. Ну, по крайней мере, есть поклонники этой модели, которые не меняют ее ни на что другое. Емкость магазина составляет 7 патронов. Здравый смысл подсказывает, что у нас есть возможность дозарядить еще один патрон в патронник, и таким образом общая емкость у нас становится 7 плюс 1. Но на самом деле, бенели и тут смогли удивить. Они создали единственный уникальный лоток, который позволяет использовать сразу два патрона, один размещая на лотке, второй досылая независимо в патронник. Поэтому у нас общая емкость этого ружья получается 9 патронов. А если установить удлинитель, то, соответственно, можно еще больше увеличить емкость магазина. Ну, постреляем, попробуем, проверим, как оно работает. Но у этого ружья есть только один недостаток. Для твоего исключительной скорострельности патроны кончаются непозволительно быстро, потому что хочется не переставая продолжать стрелять. В завершение, наверное, можно сказать, что это действительно выбор профессионалов. Вещь штучная, практически недешевая, и при ее выборе нужно четко понимать, зачем нужно это оружие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!